Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня мы вместе с вами будем распаковывать целую гору посылок с Алиэкспресс. Ну что, по традиции начинаем с самой верхней посылочки. И у меня она вот такая вот кругленькая. Она здесь в сдутом таком пакете, а это означает, что внутри что-то хрупкое. Выглядит довольно прикольно, как посылка из будущего в капсуле. Похоже на чехол от очков. Кстати, очень классный пластиковый. Это очки! Это очки! Так, у меня плохое зрение, но я сейчас в линзах. Надеюсь, они без диоптрий. Ну такая учительница английского в начальных классах. Кошачья вытянутая форма, стекла без диоптрий. Мне очень нравится цвет оправы. Сверху такой оранжевый и снизу градиент в розовый. И я не знаю, как вам вообще. Напишите в комментариях. Можно пойти в любую оптику и вставить сюда уже стекла с диоптриями. Следующая посылочка будет вот такая вот маленькая. Здесь какой-то тюбик, похожий на косметику. Это все те же наклейки для ногтей, если помните с прошлых распаковок. Боже мой, наконец-то мне пришли снежинки. Попробую сделать с ними маникюр. И, конечно же, все вам покажу и расскажу. Следующая посылка вот такая вот плоская. О, что это хорошенькое такое. Такая милашка. Это маленький такой кошелечек. Внизу у него молния. Ой, в кармашке что-то есть. Смотрите. В подарок мне дали это, по-моему, чокер. Это ключница. Здесь вот такое вот колечко, куда вы цепляете свои ключи. Прячете их сюда вот внутрь и закрываете молнию. Это для того, чтобы ключи не царапали ваш телефон и все там предметы внутри сумки. Конечно же, их так будет удобнее нащупать и найти. И, боже мой, просто посмотрите, как это мило выглядит. Просто милашечка такая. Хочу примерить этот чокер все-таки. Сделан как будто под кожу с таким красным треугольничком. Это уже традиция. Цеплять над себя хоть какой-то чокер при распаковке. Следующая посылка вот такая вот большая и мягкая. В черном пакете. Здесь, скорее всего, одежда. Это что-то типа длинного такого гольфика. По-моему, это вообще платье должно было быть. Но вы же знаете, что каждое мое видео с распаковкой, оно обязательно идет с примеркой. И это не исключение. Поэтому предлагаю примерить. Посмотреть, как это будет выглядеть на мне. Ткань довольно тонкая. Она скорее на такую теплую осень. Синтетика, но не трещит. Не могу это назвать платьем, как заявлено на сайте. Скорее это туника, потому что мне, например, некомфортно в такой длине, которая едва прикрывает ягодицы. Будет неплохо смотреться с темными скини-джинсами. Внутри этого черного пакетика я еще нашла брелочек. О, так мило. Это резиновый тоттеро. Я обожаю этого персонажа. Обязательно прицеплю себя на ключи. Ну что, давайте откроем следующую посылочку. И здесь, скорее всего, тоже одежда. И сейчас очень важно ее не порезать. Что-то ажурное красивое. Красивое. Ой, я все-таки порезала упаковку. А, это блузочка. Вот такая вот. Кстати, я заказывала точно белую. Не понимаю, почему мне пришла бежевая. Не совсем мой цвет. Как видите, я очень сейчас хорошо сливаю со стеной. Как будто в камуфляже спецназа. Но не важно. Мне кажется, в белом цвете все-таки было бы понарядней. Потому что телесный прям очень сливается с цветом кожи. Больше всего мне понравилась в этой блузке нижняя часть. Это такая нежная ажурная юбочка. Опять же, не очень понятная длина рукава. И кажется, сама блузка на меня слегка великовата. Хотя это размер S. Ткань, конечно же, синтетика. И это ощущается и видно. Но ажурные части выполнены качественно. В целом, по-моему, очень миленько. В каждой посылочке идет маленький подарок. И здесь у нас вот такие вот переводяжки. Вот это вот с ловцом снов. Мне прям очень понравилось. Это такая на любителя. На любителя распутных дел. Следующая посылка у меня пришла уже в коробке. Какие-то инструкции. О, еще один чехол. С очками, походу, кстати. Почему бы зимой не заказывать очки? Ну да, все очень логично прям. Просто посмотрите на этот чехол. Дорого-богато. Под кожу сделано с кнопочкой. Ну же. А что тут за очечи у нас? Ух ты же, ну, такие здоровые. Вот такая вот квадратная форма. Не знаю, мне, по-моему, такое не идет. Ну, давайте примерим. Ого, я ничего не вижу. Ничего себе такая защита от солнца. Я вон свои лампы слегка вижу. По-моему, это реплика какого-то известного бренда. То ли в Диор такая форма была квадратная. Напишите мне, как со стороны они на мне выглядят. Стоит ли мне носить или вообще не моя форма. Ну что, у нас остается одна, но самая огромная посылка, которая размером с мой кадр и даже меня немножко оттеняет. Ну, не суть. Давайте откроем, посмотрим, что же нам тут такое пришло. Ого, ух ты, это огромный, здоровенный рюкзак. По-моему, я заказывала его для ноутбука. Да, это он. Вот, меня брат попросил ему заказать вот такой вот. Ну, он просто гигантский. Рюкзак действительно очень огромный и вместительный. Я насчитала три кармана на молнии и два боковых для напитков. Приятно, что вдоль спины есть такие мягкие подушки. Все-таки вы будете носить не совсем легкий ноутбук за спиной. И очень важно, чтобы все было максимально комфортно. И, кстати, да, я думаю, моему брату понравится. На этом все. Вот такие вот посылочки попались мне на этот раз. Все ссылки на показанные товары я оставлю внизу в инфобоксе. Спасибо вам огромное за просмотр. Если вам понравилось это видео, не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok